Так, друзья, братья и сестры, продолжаем тему. И как раз я остановился на том периоде, когда завершилось формирование религиозной системы православной. И как раз к тому моменту, когда происходило формирование, это все, зарождалась мировая религия ислама. Это год, когда Мухаммед, объявившийся пророком, он именивировал из Мекки в Медину. И этот год, по хиджри, считается началом мусульманского календаря, лета исчисления. Сам Мухаммед, когда он получил откровение, он начали испугался, он думал, это шайтан, джинны, и очень был напуган. Но его жена, она убедила его, что это откровение от Бога. И больше того, она вдохновила его дальше получать эти откровения, идти и получать это откровение. Если бы не его супруга, возможно, мы бы и не знали бы дальнейшей истории. И ислам возник тогда, когда христианство чрезвычайно было отступническим. И, кстати, ислам, поначалу, он как раз подталкивал христианство к реформации, к реформе. По крайней мере, в начале восьмого столетия именно вот об этом человеке. В 1717 году император Лев и Савр, он предпринял реформацию, реформу. Легко запомнить, в 1517-м Мартин Лютер, тоже 17-й год как раз, октябрь 17-го года. А это в 1717-м году. Лев и Савр, император, и были христианские епископы, которые тогда двигали идею реформы. Константин Калийский, Фомаколов-Диабольский и другие епископы, богословы, выдающиеся того времени. И они, значит, заявили, что необходимо действительно христианству, что ислам справедливо обвиняет христианство в отступничестве. И что действительно христианству необходимо покаяться и вернуться в первоначальное, Богом данное положение. И при императоре Льве и Савре, и потом при его сыне Константине, действительно начались реформы. Но затем, к сожалению, эти реформы были вот так вот. Началась контр-реформация. Вот этот собор, это, по сути, контр-реформация. Из-за того, что я рассказывал, есть ли вопросы какие-то? Или, может, вообще о православии у вас? Другие какие-то вопросы еще есть? У нас мало времени, к сожалению, очень мало времени. И хочется много рассказать. Я просто слышал тоже такое, типа, вопрос, почему прикасается там костяк, да, вот это исцеление. Многие отталкивания, я просто искал, не мог не найти где. Отталкиваются от стиха в Библии, где кто-то там прикоснулся костяк, костяк, что-то такое. Как вы можете покомментировать? Побери ваше будьи. Про кости Елисея говорят, как раз, да, берут цитату из Писания о костях Елисея пророка. Вот, и, как и в случае с мормонами, я тоже говорю, что нельзя на отдельном вырванном из контекста месте Писания строить учение, практику церковную. Нельзя. И, как я уже говорила, из примера, с мормонами, вы не можете взять одну линию Скидки и создать докторию на ней. Но если у мормонов именно вот таким образом идет, они вырвались из контекста местописания, на нем строят учение. То в православии было по-другому. Традиция почитания мощей, останков человеческих, она пришла из оккультизма, из других религий, под клагиатом. И потом уже, для того, чтобы как-то объяснить это, потребовалось найти место из Писания. И тогда, в order to somehow explain that tradition, they took the Scripture from the Bible. И еврейские, и христианские толкователи, древние еврейские толкователи Писания. Тоже объясняют, именно, надо в контексте смотреть Писание. Любой Писок. И в чем можно зайти очень-очень далеко вообще. От Истана уйти. Иисуса Дьявола слушал тоже местами из Писания, вырванными из контекста. Помните, да? Потому, что все Писание Бога вдохновенно. Все. А по частям нет. По частям оно может быть даже и смертоносно вообще. И не Бога вдохновенно. А вдохновенно дьяволом. Когда на горе дьявол стала искушал Иисуса, эти места Писания были вдохновлены дьяволом, они Богом были вдохновлены. Потому, что когда эти скрипты были использованы на маунте дьяволом, они были вдохновены не только от Бога, но и от врага. Вырывая это из контекста, это грех. Так, и в православии традиция однозначно, это почитание мощей, это из оккультизма, планиат языческих религий. Из православных историков об этом говорит Михаил Постнов. Михаил Постнов был один из историков, и он говорит это. Сто лет назад он в Киеве был профессором кафедры истории христианства в семинарии духовной европейки. И он признает в своей работе историю христианской церкви, что еще даже в начале 4-го столетия подобная практика была неизвестна христианам. И даже сама идея совместить Божий храм, собрание церковное, с усыпальницей, с гробницей, воспринималась как кочунство какое-то. Но уже в конце 100-го столетия, 4-го, эта практика появилась. Но вообще считается, что первым об этом заговорил еще Константин. Как идею, идею. А по крайней мере в новой своей столице, в новом Риме, в Константинополе, он замыслил построить храм, сочетая его, совмещая его, христианскую церковь совмещая со своей усыпальницей. Даже был проект придуман такой. Слава Богу, что этот проект не был осуществлен. Но он замышлял прямо в центре этого храма построить свою усыпальницу, поставить. А вокруг него 12 маленьких гробниц. А в которые он планировал свести останки всех 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. То есть он себя мыслил тоже, что мессианский синдром. Он считал себя, как мессианский синдром. Да, то есть я так понимаю, что он, будучи Верховным Пальтификом, жрецом Зевса, Митро замышлял, сделался Верховным Пальтификом и в христианстве, получается. Но его планы не суждено было исполниться. Так, дамы и господа, до 1054 года и православные католические церкви развивались вместе. Это была одна мега структура, огромная. И это была одна православно-католическая церковь. И было пять центров в тогдашнем историческом христианстве. Первый центр – это Рим, старый Рим. Там, где Папа Римский, впоследствии. Потом Константинополь. Потом Антиохия, Иерусалим и Александрия. Александрия – африканская уже, в Египте. Александрия – африканская уже, в Египте. И Папа или патриарх Александрийский, он был патриарком всей Африки. И Папа или патриарх Рима был западным, главой западной части. А три патриарха, другие, они поделили между собой восточные земли. И три других патриархов, они поделили между собой восточную землю. Иерусалим. 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 Александрия. Африканская, те 5 центров они по-повому были вообще. Так продолжалось до 11 столетия. Но дело в том, что к 11 веку произошли очень большие изменения, политические изменения. У нас просто мало времени, поэтому я просто хочу вам кое-что напомнить просто из истории. Мы не имеем много времени, но я хочу вам помнить о каких-то событиях. Одним словом, западная часть оказалась очень огромной. У Папы Римского была власть больше, чем у всех четырех патриархов вместе взятых. Дело в том, что на Западе вот эти барбарские народы, переселившиеся туда, стали принимать христианство, становились христианскими народами. Хотя и христианство было больше такое религиозное и номинальное, честно говоря. Допустим, там первым крестился такой князь Хлодвиг великий. Жена его Клотильда была христианкой. И этот Хлодвиг просто... Ему жена Клотильда рассказывала как-то о Христе, пыталась как-то его приобщать к христианству. Он все отмахивался и говорил, ну, у меня своих богов много, я тебе не спрещаю, пожалуйста, ходи в свою церковь, там нет проблем. Ну, у меня богов вот так вот, и... Которому мои деды поклонялись, отцы их очень. Но однажды он попал в проблему. Хлодвиг со своим отрядом воинов, он попал в засаду. Выжить было невозможно уже, слишком много врагов. Большие отряды, они напали на него. Солдаты защищали своего короля, но они видели, что все. Шансов никаких. И считается, что Хлодвиг в этот момент просто возобновил Богу, Господь, Бог моей жены Клотильды, если на самом деле ты такой великий, спаси меня, короче. А потому что Клотильда бы говорила, что твои боги, они как-то не помогают тебе. А Иисус Христос, Он поможет. Я, например, такие приводил еще. Одним словом, Его это однажды все-таки как бы зацепило. И чудо произошло. До сих пор неизвестно, что произошло точно. Но летописцы со слов Хлодвига записали и уцелевших воинов, что вдруг враги дрогнули и сами с собой разбежались. На них паника напала, страх напала. Хлодвиг вернулся, когда он рассказал своей жене и сказал, что я готов принять христианство. Но он сделал как? Раз я принимаю христианство, значит вся моя страна, весь мой народ должен принять христианство. Все. Что те, кто откажутся, либо убийство, либо изгонять. И его солдаты крестились, и когда погружали их в воду, они руку оставляли над водой. Когда епископы спрашивали, а что с вами, почему вы руку не покушаете? Они говорили, что мы теперь станем христианами, и у вас такие заповеди, такие странные. О врагах, там любить врагов, там все. Ну, нам надо, чтобы наша рука была языческая, короче. И один даже в местописании, там, значит, им кто-то там сообразил, кто-то сказал, что лучше тебя без руки войдет в царство, значит, там. Вот, ну, лучше без руки войдет в царство, ну, чтобы здесь без рук, чтобы повоевать, короче. Ну, такой трагикомический случай такой, знаете. Но эта история, она очень сильно поприяла на всю западную часть, на всю Европу. Потому что после крещения Хлодрига и его народа другие племена стали креститься, там, германцы, там, и другие народы. А со временем родилась западная священно-римская империя, впоследствии, я отматываю несколько столетий сразу. Вот, а на востоке была история другая совсем. А на востоке из-за того, что ислам распространялся, все патриархи оказались, по сути, кроме Константинополя, под властью мусульман. Они не имели никакой власти уже. И, в общем-то, большинство их подданных, они стали мусульманами. Хотя оставалось и много христиан, конечно же. Но это было очень невыгодно, люди платили дополнительные налоги, подвергались всевозможным унижениям, там, оскорблениям. Хотя были правители мусульманские, очень такие даже человеколюбивые. Но, в целом, ситуация была очень нехорошей для восточных патриархов. Да, все патриархи, потом все оказались уже. К этому времени абсолютно все восточные оказались под мусульманами. И в этот момент римский епископ, в общем-то, стал очень радикально заявлять о своем превосходстве, о своем первенстве. Это было в какой-то такой обидной для восточных епископов форме. Одним словом, вина была обоюдная, в общем-то. Потому что восточные патриархи, хотя маленькие, но гордые, тоже, вот, запротивились. Ну, политика, политика. Из-за этой религиозной политики подошел разрыв. В середине 11-го столетия западные, получается, христиане и пирской вопрогой или восточных, восточные и западные. В середине 11-го столетия патриархи упрямили восточные, и восточные патриархи упрямили восточные. Да, к сожалению, это продолжилось до 20-го столетия. В 1967 году ситуация изменилась, слава Богу. В наше время уже, представляете? Значит, епископы западные сняли проклятия с восточных восточные и западных. Кроме Советского Союза. Все православные епископы-патриархи участвовали в этом, кроме московского патриархата. Потому что московскую делегацию КГБ не выпустило за границу в этот момент. Потому что московские патриархи не позволяли уйти в Советскую Союзу в тот момент. Делегация не позволяла уйти. Да, но в 1971 году все-таки русская церковь присоединилась к этому акту. И православные в Москве избрали нового патриарха. Это был патриарх Пимен. И на этом соборе, на этом съезде духовенства, как бы соборе, был главным спикером Никодим, митрополит Ленинградский Новгородский. И он убедил собравшихся всех присоединиться к решению всех остальных патриархов православных. Хотя КГБ было против этого. И Никодима этого митрополита КГБ убило потом. Официально считало, что у него был сердечный приступ и он скончался. Но уже после перестройки рассекретили документы, согласно которым это было спецоперацией КГБ СССР по ликвидации религиозного служителя. Но с того времени все православные патриархи, одним словом, признали раскол неправильным. Хотя до сих пор последствия этого раскола, они до сих пор еще как бы ощущаются. Но мы все равно идем через последствия этого религия. Так. Очень мало времени служить. Может Бог даст еще? Потом как-нибудь. Очень мало времени. Может Бог позволит мне позволить мне. Знаете, если вопросы у Вас будут возникать, Вы будете служить где-то, допустим, в разных странах, допустим. Со своей стороны я стараюсь помогать всем, кого обучаю. Можете писать мне на e-mail, можете писать там на Facebook. Я, если, допустим, даже не отвечу где-то, но ссылочку дам какую-то, допустим, где можно поподробнее просто все это изучить. Если Вам что-то будет, вдруг, о православии нужно будет, в Вашем служении, какие-то вопросы возникнут. Я в Вашем распоряжении. Слава Богу. Так. И, может, в нашей истории, может, современной уже? Господь да благословит нас. Сейчас второй день Пурима. Я хочу одну Пуримную историю рассказать. Очень важно. Крещение не только о христианстве здесь, на Руси. Украина, на Руси. Крещение, кто знает, в каком году началось крещение Руси? В каком году началось крещение Руси? В 988 году. Да, да, совершенно верно. В 988 году. В 988 году. Христианство официально, как государственная религия, пришло сюда. Христианство официально в этот территорию Киев-Рус. Вы представляете примерно это время? То есть, христианство пришло сюда, оно не библейское и евангельское, а чрезвычайно смешанное с греческим и римским язычеством. Великий русский писатель Николай Лисков в 19 столетии писал, что Русь была крещена, но не просвещена. И о самом крестителе, князе Владимире, он написал следующее. Он принял христианство, говорит, но не принял Христа. Почему Николай Лисков об этом писал? В 19 столетии он работал в хранилищах монастырей, в книжных хранилищах монастырей. Он был православным человеком, православным христианином, но он интересовался именно историей. В его время торжественно, очень высоко торжественно, общегосударственно праздновалось 900-летие принятия христианства на Руси. А здесь, в Киеве, один из самых красивых соборов был построен как раз в честь этого события. Владимирский собор, так называется, вы видели его, наверное? Были там, да? Вот именно этот собор был посвящен этому торжеству, как бы, в честь этого события. Были военные парады, были мероприятия культурные, церковные мероприятия, крестные ходы. Все было очень торжественно. И Николай Лисков, работая в этих книжных хранилищах монастырей, работая с древними летописами, он пришел в ужас. Он верил в то, что крещение это было очень, ну, как бы, это было правильным мероприятием. И что Владимир был святой на хвост. Но когда он в летнистях узнал, что князь Владимир стал палачом своего же народа, казнил, убивая тех, кто отказывался принимать христианство, он понял, что Христос и христианство, как он понимает, евангельское, и христианство Владимира — это разное христианство. Больше ста лет тому назад, примерно в то же самое время, один из лидеров евангельского тогда протестантского движения — это был Иван Степанович Проханов, лидер евангельского пробуждения здесь. Он сказал следующее, что за 900 лет христианство на Руси так и не прозвучало проповедь Евангелия. Это, конечно, очень сильное заявление. На самом деле, проповедь звучала. Но какая проповедь? И кем? С того момента христианство распространялось тоже через проповедь. Но христианство, как правило, без Христа в центре внимания. И если звучала евангельская проповедь, библейская проповедь, то это, как правило, было со стороны оппозиции. Со стороны тех христиан, которые преследовались церковными и светскими властями, как и ритики. Вот пример такой. Значит, на севере в Великий Новгород есть город такой. И там возникали такие движения, как стребольники, жидовствующие, их называли так вот. И это были христиане? А стребольник – это парикмахеры буквально. Стребольник – это барбер. Потому что, да, назвали стребольниками на Руси раньше, парикмахерами. Вот, да. А что за есть парикмахер такая? Жидовствующие, да. Стребольники – жидовствующие. О них мало что известно. Доподлинно известно, что их пытали и убивали массово. И из протоколов, допросов, из того, что сохранилось в летписях, мы знаем кое-что. Самое главное, в чем их обвиняли, почему их сжигали, почему их добили и убивали массово. Они отказывались от иконопочитания. Они молились только лишь Богу. Молились своими словами. И по тем временам этого было достаточно, чтобы человека казнить, жить на костре. И читали Слово Божье, Библию, и читали в домашнем общении, в кругу домашних. Все, вот эти вышеперечисленные вещи, они очень сильно раздражали церковное начальство. Возможно, они были всякие странные, на самом деле, учения. Но вот эти вышеперечисленные, они говорят о том, что это были все-таки именно действительно христиане, которые искали истину. Даже были священники, которые тоже принимали участие в этом движении. Этих священников тоже казнили. В Москве на Красной площади сожгли этих священников жильем также. Это были настоятели больших соборов, больших храмов. Одного из епископов еще до возникновения этих движений. Его звали Федор, и его казнили тоже за это. Потому что выяснилось, что он отказывается молиться к Марии как Богородице вообще, и только лишь молится Богу. Собрались когда епископы церковные, православные епископы собрались вместе в Москве. Они узнали с ужасом для себя, что этот епископ Федор, он даже икону отказывается целовать. С ним провели беседу, его пытались образумить как бы. Он отказался, заявив, что это его решение окончательное. Федора епископа казнили. Князь хотел казнить его быстро. Но по просьбе других православных епископов его казнили очень медленно. Растянули до болезни. Ему отрезали язык, ему выкололи глаза. Потом живого снимали кожу. И когда кожа на нем почти не осталась, его сожгли на медленном огне. Вся вина этого епископа была лишь в том, я подчеркиваю, лишь в том, согласно официальным документам. Он отказался молиться к Богородице и отказался целовать ее икону. Я скажу, во все времена были люди, которые жаждали истины. Я благодарю, что мы живем в такое время, в сегодняшнее время. Когда мы можем верить, как мы понимаем. Мы можем по-разному понимать, заблуждаться во многих вещах. Это наше право. Мы можем постигать Слово Божье. Я очень Богу благодарен за это время. Сегодня Слово Божье распространено, как никогда вообще раньше в истории. Сегодня на наших телефонах разные Библии, пожалуйста, разных переводов. Многие столетия христиане могли лишь мечтать об этом времени вообще. Великая благодать этого времени дала нам. Пусть Бог благословит нас. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Много интересного было в истории. Но я расскажу несколько лет. Вам страшно пересмотреть что-то? Потому что... Страшно интересные. Страшно интересные, да. Есть такие истории, но... Самые такие запоминаемые такие, знаете, вот самые запоминаемые вещи. Вот вам пригодятся некоторые такие наблюдения, что ли? You will benefit from some of the observations. То есть запомнили, что начало христианства на Руси в 1988 год. Но вы должны понимать еще, что и до того христиане уже были здесь. Христианство было уже здесь. Но это были отдельные верующие. И даже порой гонимые верующие. А княгиня Ольга была христианкой. Бабушка князя Владимира. И она могла крестить Русь меньшей кровью, как бы и с меньшим сопротивлением, чем ее внук. У нее было больше власти. И влияние. А княгиня Ольга был выше. Но она избежала этого искушения. Эта женщина, она поняла христианство правильно. Она поняла, что это дело добровольно, что доброходно дающего любит Бог. И действовала она именно методом убеждения, то есть не насилия, ни в коем разе. И примером, личным примером. И много других из хороших примеров до Ольги, до книги Ольги. Все эти примеры, они говорят о том, что христианство было уже здесь, но это было христианство такое адекватное, христианство не государственное, не официальное, а просто христианство. Я предполагаю, что если бы Владимир не поступил бы так вот инквизиторски, радикально, то христианство могло бы развиваться здесь постепенно, поэтапно, но мирным путем, мирным путем. Поэтому то, что сделал Владимир, это было как бы, ну, слон в посуду и лавке, или медвежья услуга Царства Божьего, я так еще могу назвать. Потому что это не наши методы, и Господь не нуждается в том, чтобы во имя Его веры насиловали и убивали людей. Нет. Я снова хочу напомнить вам 9 главу от Луки, 51 стиха. Когда Иисус учеников своих остановил и сказал, что не знаете какого духа. Потому что Сын Человеческий пришел спасать погибающих, не губить души, а спасать людей. Но тогда у учеников этот дух инквизиции уже пробуждался, уже как бы симптомы опасной болезни были. Вся беда в христианстве порой в том, что наше христианство не похоже на Христа. И наоборот, и заслугах, и прекрасное христианство, когда оно похоже на Христа. Как говорил кто-то из... в Индии, кто-то из великих... Махат Маганди говорил, по-моему, Махат Маганди говорил, что в интервью британскому журналисту... Он сказал, что если бы вы, англичане, пришли к нам в Индию без пушек и ружей, а с Иисусом Христом и с Евангелием, то вся бы Индия была бы у ваших ног без единого выстрела. И он же, этот мыслитель индийский, сказал, что я, говорю, люблю Христа, Иисуса, но не люблю христиан. Потому что я прочитал Евангелие, прочитал о Христе, и он мне очень сильно понравился. Но христиане приходят к нам с пушками, с ружьями и убивают мой народ, насилуют мой народ. Знаете, я с этим сталкивался тоже много раз в своем служении. Когда на Кавказе я проповедовал мусульманских селах, мусульманские поселки. Это донистанцы, карачаи, черкесы, чеченцы, значит, очень разные народы, безусловно. То у них, как правило, ассоциация с лихристианином, значит, это пьяница, неуважающий старших. И поэтому для них назваться христианином, это как бы, ну, позорно вообще даже. И у многих из них проблема такая возникает. Я наблюдал десятки раз это. В разных селах, совсем разных селах. Они влюбляются в Иисуса Христа. Иса приходит в их жизнь, и Бог меняет их судьбу. Но их мозги трещат, они не могут себя назвать христианами. И поэтому они обычно говорят, мы мусульмане, но мы евангельской веры. Это как мессианский иудаизм, да? А это мессихитское мусульманство. Да, да, вот такое. И мне эти ребята очень нравятся, мне эти ребята очень нравятся. Они принимают Христа гораздо проще многих христиан. Я люблю христиан культурно-традиционных христиан. Потому что когда им говоришь о Христе, они просто, о настоящем, они просто хватаются за это. Ладно, а потом, потому что это другая тема. Миссионерство, евангелизм, я очень люблю эту тему тоже. В общем, я люблю эту тему тоже. Расскажу несколько историй, сейчас успеем мы. И мы расскажем вам несколько историй, мы будем время для них. А можно вопрос? Да. По поводу христианства. Да. Может быть тоже есть историй? Может быть подробнее расскажите, например, почему именно пришло туда христианское православие, а не мусульман? А, да, да. Он хотел избрать религию, новую религию для своей страны, передовую какую-то, большую мировую. И ислам ему нравился. И рассказывается в редкости, что приходили мусульманские служители сюда, тоже, в Киев. И историй говорит, что, да, мусульманский святитель пришел сюда, в Киев. Ему нравился еще почему, потому что можно было иметь гарем, много жен, а у него было много жен. One of the things he liked about Islam is that you could have multiple wives, you could have a haram, haram, haram. Были официальные жены, неофициальные жены, и были просто сотрудницы, которые тоже рожали ему детей. То есть, как бы, ну... Он был очень блудливый такой человек-то. И, как бы, мусульмане его этим, как бы, ну, подкупали, что ли, что нужно регулировать все это в этой религии. И мусульмане его темно, потому что в этой религии, в этой религии, в этой религии, это acceptable. Но почему он отказался от ислама? Согласно летописям, потому что нельзя было пить спиртное и есть свинину. Сало, сало и горилки нельзя было. According to the paperwork, you could not drink, you were not allowed to drink and not allowed to eat pork. Вот, и как бы он ни старался, но эти проповедники однозначно говорили, что сухой закон нужно вести и сало запретить просто вообще. Все, свинину запретить. А дело в том, что Владимир, кроме того, что был блудником таким стилем, он еще и был пьяницей большим. То есть он очень любил лупиц. Даже в летопости, когда рассказывается о его обычном царстве, всегда говорится, что были постоянно пьяницы. Попойки были, постоянные пьяницы. И даже документы, которые сказали о этой религии, он любил праздновать пить и пить. И по количеству спиртного он был чемпионом, можно сказать. И он был чемпион в пить. И он сказал, что если Русс перестанет пить, Русс погибнет вообще. И его слова. Если Русс перестанет пить, он погибнет. Дааа, так что это... Ну типа Джек Дэниелс, но еще крут, еще крепче. У него, у него были... И он купили. А, я еще расскажу еще. И еще, почему он отказался? Потому что был пример, соседний пример, очень такой зрелищный пример. В Болгарии. В Болгарии примерно такие же события были, только чуть пораньше. И там принимали ислам. Первая страна в Европе, которая приняла ислам как государственную религию, в Болгарии была. Да. Но это было очень недолго, буквально несколько десятилетий. Потому что начались Болгария, Закарпатия, начались бунты, крестьянские бунты, потому что люди против сухого закона бунтовали. И князья болгарские, просто посовещавшись, приняли решение, что они сами, хотя князья были официально мусульманами, но тайком и пили насчет им, короче, ну... Они поняли, что это недолик. И бунты прекратились, когда приняли православие. Потому что священники православные приехали из Греции и сказали, что и пить можно, и свинину можно, и все, все, нормально. Народ успокоился, а то очень переживал, как бы. А то очень переживал, как бы. Народ. И сказали, что это нормально, ты можешь еть поешь, ты можешь пить, это не позволяет в нашей религию. Да, брат, хотел бы спросить. Я еще спросил такое, что Владимир покрестил Русь, потому что надо было наладить отношения с западом, потому что думали, что там язычники едим на молодежи и времена. Да, это тоже политические соображения были огромные. Это было еще до раскола. Но уже, то есть, до Юре раскол произошел в 11 веке. Но фактически в это время уже, де-факто, были разные системы, на востоке и на западе, разные системы. И Бранд правильно заметил, что это мнение на самом деле большинства историков, что он искал с западом связи. У него были деньги, но потратить их он хорошо не мог. Запад помог ему потратить правильные деньги. Одинусловно, не нужно было. Но на западе возникла система папу-цессаризма. А на востоке цезарь-папизма. То есть, понимаете, да, что когда церковь, папа римский, был во главе уже государей всех этих царей, местных. Поэтому ему было выгоднее, конечно, на западе, но с другой стороны, завтра папа римский мог бы сказать, все, прощай, Владимир, давай, до свидания, другого поставим вместо тебя. И все. А восточные предлагали такую автокефалию, ну, не Томас, как бы, но наподобие. Одним словом, национальную независимость. И деньги все в семье остаются. И система, на востоке была система такая, что местный король, местный князь, он является и, по сути, главою церкви. Местной. На востоке, допустим, императоры, они даже снимали этих патриарков, которым были неугодны, и ставили на их место других патриарков. Или митрополитных. Кстати, еще рассматривалось, как вариант, рассматривался иудаизм. Владимиром. Тоже был свой интерес политический. С Хазарией. Давные связи, давние отношения. А где иудаизм был в государственной лиге. Но это торговля с востоком, это очень длинные пути на восток туда, караваны с Индией, Китаем, дальше. Очень выгодно. Деньги и товары, все выгодно, но, но, но. Но если бы он принимал иудаизм, тогда бы весь запад и восток христианский был бы против него. Поэтому ему было это невыгодно просто. В чем-то выгодно, в чем-то невыгодно этим словом, в чем-то выгодно. Самой выгодной ему вот такой, как говорится, пропозиции, да, предложением было именно восточное православие. И большинство исследователей, историков признают, очень разных историков признают, что действительно Владимир действовал из политических соображений. Выгодно, максимально выгодно. Но это непонятно, в общем-то, как бы. Это объясняет много, объясняет. Но христианство развивалось здесь очень своеобразно. Оно пришло сюда с греко-римским таким разбавленным всем, да? Но здесь оно начало еще разбавляться с местным издействием. И получилось, знаете ли, довольно очень такая гремучая смесь, как бы, да, религиозная. Есть много очень таких даже праздников и обычаев, именно местных, языческих, славянских, которые стали уже промославными, церковными, как бы, праздниками. То есть, оно пришло сюда очень разбавленное христианство, а здесь еще больше разбавилось. Поэтому из всех православных церквей именно православие здесь, именно, да, вот на Руси, оно, ну, самое проблематичное, честно говоря. Я общался с православными очень разными православными. И иерусалимского патриархата, антиохийского патриархата, африканскими православными. Но, честно говоря, такой дремучести, как здесь, я не видел у них вообще. Но я верю, что, знаете, как в России говорят, долго запрягает, но быстро ездит. Что здесь, да, хотя и тьма, но свет яркий. Я верю, что, знаете, тьма, тьма, но свет будет светлее. Да. Да. Ну, кажется, что Владимир, он, как бы, все равно исполнил какую-то даже боли Бога на Украину, что вот он принял такое решение, может быть, это Бог даже как-то вот нас продвинул. Ну, конечно, конечно, я тоже в это верю. И в книге есть фильм как раз об этом рассказывает. В чем уникальность праздника Курим как раз? В отличие от всех других библейских праздников? Как раз именно в том, что объясняют механизм действий этой Вселенной, этого мира. Что за всеми этими событиями, происходящими на этой земле, Бог, Высший Бог. И без Него боли, Него ведма, ничто не происходит. Я верю в провидение Божье. Провиденциальная такая история Божья. Поэтому, да, значит, я, конечно, говорю о выборе человека.